Как выглядит ResNet, то есть сеть, которую предложил Microsoft, которая состоит из residual-блоков? Вот она выглядит вот так. Вот residual-блоки. Их можно сделать достаточно много, исследующими друг за другом. Интересно, что ResNet существует в нескольких модификациях. Есть самые простые варианты ResNet. Есть ResNet 18, где всего 18 обучаемых слоев. Есть ResNet 32, где слоев уже побольше. Есть вариант Residual Network, где количество обучаемых слоев равно 1024. Вот такие огромные нейронные сети, действительно глубокие, можно обучать при помощи Residual Block. Здесь есть еще одна очень интересная особенность в Residual Network, которая заключается в том, что в конце здесь нет полносвязных слоев. То есть отсутствуют fully connected слои. Причина здесь в том, что у нас уже достаточно глубокая сверточная нейронная сеть. И все задачи, которые мы могли свалить на полносвязанные слои, мы уже могли решить просто за счет того, что у нас достаточно глубокая была наша нейронная сеть. Иса Residual Block. Поэтому в случае ResNet достаточно просто сделать Average Pulling. То есть в конце здесь получается тензор размером 7 на 7 на количество каналов. Причем количество каналов в зависимости от типа резнета может быть разным. От 512 до 2048. Но рассмотрим вариант с 512 каналами на выходе. Что мы сделаем с этим тензором? Мы возьмем и усредним по вот этим двум измерениям, по маскам 7 на 7, весь этот тензор. Соответственно у нас получится вектор размером 512. После чего мы применим один fully connected слой, после которого будет идти SoftMax. Продолжение следует...